В плановом порядке отрабатываются вопросы, связанные с обеспечением жизнедеятельности в регионе. Сейчас на контроле находится ситуация с ледоставом. Накануне вечером два судна покинули порт Наринмара и отправились в Архангельск. В связи с этим Главное управление МЧС России по Няницкому округу обращается к жителям с предупреждением об опасности выхода и выезда на лед. Лед в низовьях Печоры разрушен вплоть до выхода в море. Об этом на еженедельной планерке у губернатора заявил руководитель МЧС России по НАО Вадим Мазур. По его словам, если морозная погода сохранится, то на восстановление ледового поля понадобится порядка двух недель. Морозу на руку и местным СПК. Погода благоприятствует убойной кампании. Руководитель департамента природных ресурсов и АПК сообщил, что забой идет в плановом порядке. Бригада оленеводов уже подогнали стадо оленей к поселку Красное, где находится убойный пункт хозяйства СПК «Харп». Всего по плану сельхозкооператив направит на убой 4300 голов и произведет не менее 120 тонн оленины в убойном весе. Всего по данным оленеводческих хозяйств в этом году на убой направят 4500 голов оленей. Также Олег Белак доложил о проводимой работе касаемо зимников. Кроме того, погодные же условия обуславливают более ранние возможности начала передвижения по зимним автодорогам. В этой связи готовим нормативку для того, чтобы легализовать передвижение по зимнику. В завершение оперативного совещания главы муниципальных образований отчитались о готовности к зиме. Губернатор Игорь Кошин в свою очередь настоятельно рекомендовал тем главам, чьи поселения еще до конца не готовы к прохождению зимнего периода ускорить работу в этом направлении.